Опухоли головного мозга встречаются примерно у 15 человек из 100 тысяч. И развиться они могут в любом возрасте, от младенчества до глубокой старости. В чем особенность этого заболевания? В том, что большая субстанция разрастается в ограниченном пространстве, начинается сдавливание мозга. И поэтому даже доброкачественная опухоль может приводить к тяжелому состоянию пациента. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Я вас познакомлю с гостями нашей студии. К нам сегодня пришла Инна Яковлева, заведующая отделением радиотерапии номер 3 Самарского онкодиспансера. Это главный внештатный специалист по радиотерапии Министерства здравоохранения Самарской области. Здравствуйте. И Юлия Пышкина, радиолог, заведующая отделением радиологической клиники Центр перспективной медицины, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира – лечение патологий головного мозга. И прежде всего, наверное, Инна Анатольевна, стоит отметить, какова у нас вообще ситуация с этими патологиями? Актуальны ли они для нашего региона? Может быть, у нас вообще все благополучно? Патология головного мозга за последнее время стала актуальна. Возросло количество не только первичных заболеваний, злокачественных головного мозга, возросло заболевание и неопухливой природы, а также заболевания, связанные с неопухливой природой. И доброкачественные заболевания. Возросло количество метастатического поражения головного мозга за последнее время. Поэтому вопрос актуален на сегодняшний день. Нет оснований для безмятежности у нас, как минимум, да? Да, оснований для безмятежности нет. Это связано с тем, что радиологическая служба, он вообще онко-служба в Самарской области развита хорошо. Радиологическое отделение оборудовано современными линейными ускорителями, отвечающие последним требованиям. Если учитывать 116-й Н-приказ от февраля 2021 года об оказании помощи взрослому населению онкологического профиля, то на 500 тысяч населения необходим линейные ускорители. С учетом того, что у нас 3 миллиона 200 населения в Самарской области на начало 2023 года, у нас 7 линейных ускорителей, 5 из которых находятся в Самарском областном онкологическом диспансере и 2 линейных ускорителя в 5-й городской больнице города Тольятти. А это вы сейчас уже говорите о том, каким образом можно лечить эти патологии? Да, то есть я именно веду, речь идет о лучевой терапии. И есть еще какие-то варианты лечения? Варианты лечения есть. При патологии головного мозга в основном используется комплексное лечение. В зависимости от того, злокачество это на образовании, метастатическое поражение головного мозга, или это доброкачественное новое образование, или заболевание неопухолевой природы. Применяется хирургическое лечение, применяется лучевая терапия, причем в разных ее видах, и применяется химиотерапия. Но химиотерапия в основном в комбинации с лучевой терапией при злокачественных на образованиях головного мозга. Но поскольку сегодня в студии все-таки не хирурги, а радиологи, давайте, наверное, об этом виде лечения поговорим вообще, что такое лучевая терапия. Вот мы же часто это слышим, но что это на самом деле такое? Лучевая терапия – это ионизирующее излучение потока гамма-лучи, рентгеновские лучи, электроны высоких энергий, протоны, которые в основном используются, как я говорила, для лечения злокачественных на образовании. Но за последние десятилетия успешно применяются также и при доброкачественных на образованиях, и заболеваниях неопухолевой природы. А вот конкретно в нашем регионе, вот в онкодиспансере, что доступно нашим пациентам для лечения? Нашим пациентам доступно все. В Самарском областном онкологическом... Это оптимистично звучит. Да, в Самарском областном онкологическом диспансере. То есть у нас применяются все методы лечения заболеваний головного мозга. Как я уже озвучила, это хирургический, это химиотерапия и, соответственно, лучевая терапия. Вообще успех лучевой терапии на 50% зависит от оснащения оборудования, которое должно отвечать всем требованиям последним. То есть это точность и конформность подведения в мишени. Визуальный контроль в процессе лучевой терапии не только за движением пациента, но и за движением в мишень, куда мы подводим высокую дозу. Контроль со стороны врача, естественно. Да, контроль со стороны врача. Ну, все оборудование, оснащение у нас есть. Вот именно и по лучевой терапии. У нас последние модели современных линейных ускорителей, на которых мы можем проводить все виды лучевой терапии. То есть вот у наших пациентов нет никакой необходимости ехать куда-то в другие регионы, и уж тем более за границу для того, чтобы пройти такое лечение. Есть желание у пациентов попробовать где-то, но из моей практики пациенты возвращаются к нам. Юлия Сергеевна, в Центр перспективной медицины, как я уже представила место вашей работы, что он из себя представляет, и вот в чем особенность именно методик, которые используются в вашей клинике? 1 августа 2023 года состоялся клинический старт отделения радиотерапии Центр перспективной медицины на базе радиологического корпуса больницы имени Середовина. Наш центр отличается тем, что у нас есть установка гамма-нож, обладающей точностью при лечении пациентов с объемными образованиями головного мозга. Мы можем лечить пациентов с доброкачественными, злокачественными новообразованиями головного мозга, метастатическим поражением головного мозга, ангиовенозными мальформациями, паркинсонизмом и эпилепсией. Давайте уточним сразу по поводу паркинсонизма. Это же не означает лечение болезни Паркинсона? Это болезнь Паркинсона, да. Лечение с помощью гамма-ножа возможно воздействовать на зоны головного мозга, после которых приступы этой болезни будут меньше. Вы знаете, я немножко удивилась, потому что это же фантастическая новость, заболевание, которого все боятся панически просто, и которое считалось, что ничего с ним сделать нельзя. Хорошо, вы сказали гамма-нож. Вот звучит угрожающе. Что это на самом деле такое? Установка гамма-нож представляет собой оборудование, позволяющее пациента обездвижить посредством стереотоксической рамы, которая надевается пациенту. Это единственная болезненная процедура в нашем центре. После установки стереотоксической рамы мы пациента провожаем каньон, выполняем компьютерную томографию. До этого пациенту мы выполнили магнитно-резонансную томографию на другом оборудовании. В это время составляется план лечения пациента. Далее совмещаем магнитно-резонансную томографию с компьютерной томографией, полученной уже на нашем оборудовании. Корректируется план лечения и проводим облучение пациента. Облучение проводится посредством гамма-излучения от кобальта, который и является источником излучения в гамма-нож. Ну а в чем особенность вот именно этой установки? Особенность гамма-нож заключается в том, что это не инвазивная процедура, а практически безболезненная для пациента. Трепанация не требуется. Никакой трепанации, никакого обезболивания грандиозного, никакого наркоза. Быстрый восстановительный период пациента. Через полчаса после проведения процедуры, после окончания проведения процедуры, пациент может покинуть отделение и на следующий день он возвращается к привычному образу жизни. Я слышала, что будто бы люди буквально через несколько часов после лечения садятся за руль и уезжают спокойно домой. Это действительно так? Через полчаса после проведения процедуры от нас пациенты уходят абсолютно счастливыми, с улыбкой на лице, и мы ждем результат после лечения. Вот по поводу улыбки на лице, вы сказали, что единственная болезненная процедура это установка стереотоксической рамы. Но вы же не вкручиваете винты в голову? Насколько болезненно? Вкручиваем. Там какое-то обезболивание применяется? Обязательно. Установка стереотоксической рамы происходит под местным обезболиванием. Происходят 4 инъекции обезболивания в месте как раз установки наших шурупов, чтобы помягче сказать для пациента. Ощущение дискомфорта длится 5-7 минут. Далее пациент не чувствует никакого сдавления, никакой колющей боли, и происходит очень комфортная процедура лечения. Условно говоря, анестезия перед удалением зуба. Может, некорректно? Именно так. Именно так пациенты чувствуют именно такую же боль, как при анестезии у стоматолога. А вот поскольку главный радиолог области и вместе с представителем вот этого новейшего направления, правильно? Мы не сказали, но у нас в регионе, естественно, такой установки нет. И более того, в ПФО ее тоже больше, по-моему, нет. Это единственная установка в Приволжском федеральном округе. А вообще по России? В России существует 7 действующих центров ГАВНОЖ. Немного. То есть это такое новое слово, да, в лечении сегодняшнего? В России. В России, да. Хорошо, насколько Ваш центр оснащен оборудованием? Ну, понятно, что если установка новейшая, то там, наверное, и все такого же уровня и такого же класса, да? Но для того, чтобы работать на этом оборудовании, еще люди необходимы. Конечно. Да, но давайте сначала про оборудование. В нашем центре современная установка ГАВНОЖ, оснащенная также соответствующим программным обеспечением, позволяющим нам провести очень хорошую подготовку к лечению пациента. Составляется план перед лечением пациента, максимально соответствующий объемному образованию головного мозга пациента. В нашем отделении есть два блока представлены. Это консультативный и лечебный. Профили нейрохирургия и онкология. В отделении работают у нас нейрохирург, нейрохирург-онколог, радиолог, радиотерапевт, два физика медицинских, медицинские сестры и санитарка. Все медицинские представители, это врачи, медицинские сестры, прошли обучение в национальном центре имени Бурденко в городе Москва, который обладает лицензией на обучение на данном оборудовании в России. Все мы прошли обучение. Да, собственно, к этому, наверное, трудно что-то еще и добавить. Да, и приступили к лечению уже пациентов. Вы сказали, что буквально через полчаса уже, в принципе, человек может, ну, если не вернуться полностью, как обычной жизни, то почти вернуться, да? А вот вообще само восстановление после того, как человек возвращается домой, сколько времени оно занимает и когда можно ожидать эффекта от лечения, результатов? Пациенты от нас уже уходят в абсолютно своем привычном состоянии. Единственные рекомендации, которые мы даем пациенту, это обработка тех небольших ранок, которые остаются после наших манипуляций у пациента. В течение трех дней он обрабатывает эти раны. Единственное, что, ну, даже ранами это назвать нельзя, это небольшие повреждения кожи, скажем так. К обычному образу жизни пациент возвращается на следующий день. Некоторые пациенты в этот же день возвращаются к обычному образу жизни. Когда мы ждем динамики от пациентов, у нас есть такая практика, что мы своим пациентам звоним после процедуры дня через 2-3 недели в зависимости от патологии. И с некоторыми пациентами мы уже выясняем, что у них есть прогресс. Они говорят, что на 70% уменьшилась головная боль, которая их несколько лет до этого мучила. У тех пациентов, у которых были проблемы с речью, мы слышим, что намного лучше пациент говорит, чем в тот момент, когда мы проводили ему лечение. Но мы должны контролировать эффективность нашего лечения с помощью магнитно-резонансной томографии. И в зависимости от патологии мы рекомендуем выполнить пациенту магнитно-резонансную томографию через месяц, через 3 месяца или через 6 месяцев после лечения. Тогда уже точно можно сказать, есть ли прогрессия, есть ли обратное развитие образования или при метастазах, что нет роста этих патологических образований. Инна Анатольевна, а Вы могли бы пояснить, почему вот все-таки такое хорошее состояние сразу после лечения, и человеку не нужно уходить на больничный, там как-то тяжело восстанавливаться, благодаря чему происходят такие результаты. Ну, это происходит благодаря комфортности и визуализации контроля при лечении, контроля за мишенью и во время сеансов лучевой терапии. И, значит, в отличие от обычной дистанционной лучевой терапии, лечение на гамма-ножей связано с тем, что быстрое падение дозы. То есть защита здоровых тканей. То есть задается доза в мишени, планируется, и быстрое падение, это как... Как это нам представить? Ну вот, например, 100%, вот мишень, объем мишени. Да. Ну, опухоль, условно говоря. Попухоль, мишень, да. Мы запланировали ее в лучей терапии. Рассчитали, все спланировали. И уже по краям мишени доза продает практически до 5%. То есть рядом лежащие ткани, они защищены фактически? Защищены, да. Центры, органы же, головной мозг, это наш центр, то есть все центры. И поэтому, вот за счет быстрого падения дозы, значит, на критические органы приходится минимальная доза, во много меньше, чем толеранты. Они, к чему они, к какой дозе, они толеранты. Ну, это, в общем-то, говорит о безопасности процедуры. Да, о безопасности процедуры, да. А если вот, например, сравнить, опять-таки, этот вид лечения, скажем, с хирургическим вмешательством, то, конечно, осложнений там может быть значительно больше после хирургии. Возможно больше, да. Ну, это инвазивные процедуры. Осложнений, возможно, больше. Ну, и при таких размерах образования все-таки, наверное, предпочтение отдавать радиохирургии. Вот этот ваш гаммонож, он, получается, очень направленно действует, да? То есть он не распыляется там по сторонам? Гаммонож в настоящее время является самой точной стереотоксической лучевой терапией, которая существует в настоящее время. Позволяет облучать объемные образования. Мы готовим план лечения пациента такой, чтобы облучился именно тот объем, который нам нужно облучить, соответствовать границам образования и минимальная лучевая нагрузка на окружающие ткани и критические структуры головного мозга. Я правильно понимаю, что план лечения просчитывается врачами, когда уже оборудование увидело непосредственно, что у человека, какая патология в голове, да? Сначала мы выполняем магнитно-резонансную томографию пациенту и делаем приплан лечения. Далее после сопоставления магнитно-резонансной томографии с конусом лучевой компьютерной томографией, полученной на гаммоноже, мы корректируем план лечения. И уже после утверждения плана совместно работают врач, нейрохирург, радиолог и физики. Только после этого мы можем приступить к лечению. После утверждения плана лечения именно целой группой. То есть практически нет двух одинаковых планов. Это очень индивидуальная история. Это очень индивидуальный план. Не будет у пациентов одинаковых планов. И так как индивидуальный подход к пациенту и к его образованию. Хотя, казалось бы, одна и та же установка, да? Хорошо. А как попасть на лечение в ваш центр? Чтобы попасть на лечение в наш центр, необходимо записаться на прием к нейрохирургу или нейрохирургу-онкологу, позвонив по телефону в наш центр. На прием желательно прийти с магнитно-резонансной томографии головного мозга. Если доброкачественное образование у пациента, то давность магнитно-резонансной томографии должна быть до трех месяцев. Если злокачественное новообразование и метастазы, то не более 30 дней. Может быть, стоит еще раз, вы называли, какие именно заболевания может лечить гамма-нож, но, может быть, еще раз все-таки назовем, потому что, когда мы говорим про патологию головного мозга, все сразу, конечно, онкологию представляют. На гамма-ноже возможно лечение доброкачественных и злокачественных новообразований головного мозга, метастазов, артериовенозных мальформаций, болезни Паркинсона, эпилепсии и невралгии тройничного нерва. А кто может стать пациентом? Вот я говорила о том, что от младенца до старика поражают данное заболевание. А по поводу лечения есть какие-то ограничения? Ограничения только в состоянии пациента, абсолютно к противопоказанию. Это беременность, остальные, все пациенты подходят. От общего состояния пациента, тяжелого общего состояния пациента, и, естественно, будет противопоказанием к проведению данной процедуры. Потребность в Самарской области составляет 350 человек в год, но наш центр может провести лечение до 1000 пациентов в год. При этом мы в день можем принять 5 пациентов. Поэтому... То есть для нас достаточно одной установки на регион, да? Поэтому, да, для нас это доступное лечение. И также мы ждем и приглашаем пациентов из соседних областей. Инна Анатольевна, а по поводу ваших пациентов, когда вы выбираете варианты лечения, схему лечения, есть ли у вас уже опыт направления ваших пациентов на лечение гамма-ножом? Да, у нас есть опыт направления наших пациентов на гамма-нож. Но мы здесь тоже учитываем размеры опухоли. Опухоль должна быть не более 3,5 сантиметров, и количество их должно быть не больше 20. Если рассматривать, например, что опухоли 5 или 10, 3,5 сантиметров, то, естественно, 21 момента облучить нельзя. Можно облучить только 10. Отбор пациентов у нас ведется на врачебных консилиумах, куда в состав входят ведущие специалисты. Это нейрохирург, радиотерапевт, химиотерапевт и врач-диагност КТ-МРТ. Коллегиально обсуждаем и направляем пациентов в радиологический центр. Естественно, как уже вы сказали, что мы учитываем статус пациента и, соответственно, желание пациента. Но не было такого, чтобы пациенты отказывались. Все, кого мы направили, за 9 месяцев 23-го года мы пролечили в онкодиспансере 23 пациента. Это стереотоксическая лучевая терапия. То есть это образование более 3 сантиметров и 20 пациентов мы направили в радиологический центр. И еще хочу отметить, что все-таки онкологический центр это лечение злокачественных на образовании. Поэтому с появлением гамма-ножа все доброкачественные на образование, которые подходят под гамму-нож по критериям, все заболевания неопухолевой природы, все будут перенаправлены в этот центр. То есть вы облегчаете немножко свою работу, да, получается? Ну, я думаю, что, наверное, каждый должен заниматься своим делом. Онкологи должны заниматься онкологическими все-таки заболеваниями. Вот я вначале отметила, что количество заболеваний головного мозга возросло, и это сокращает и очередность, и доступность получения вот этого лучевого лечения нашим пациентам. А по поводу доступности все-таки, наверное, тоже стоит поговорить. Понятно же, что высшая медицина, очень дорогостоящие оборудования, и наверняка у пациентов есть некие переживания вообще по поводу вот именно доступности для них. Люди разного достатка. Каким образом вы принимаете пациентов? После консультации нейрохирурга, очной или заочной, если мы говорим про пациентов из других областей, решается вопрос о необходимости самой процедуры, и далее пациент либо обращается к своему лечащему врачу и получает к нам направление, и тогда проводится лечение. Либо на внебюджетной основе он приходит по рекомендации опять же нейрохирурга к нам на лечение. А можете сказать, вот по двум месяцам, два месяца прошло, да? Я правильно посчитала? Или три? Три месяца. Три месяца. Вот эта цифра очень красивая, и можно уже делать какие-то первые выводы. Насколько вы довольны тем, что вы получаете в итоге? Благодаря обзвану пациентов, разговору с ними, мы слышим, что клиника стала намного лучше у пациента. Они перестали жаловаться на головные боли, шаткость походки, головокружение, опять же, нарушение речи. Со стороны пациента мы получаем положительный отзыв. Но также по данным МРТ мы видим, что нет прогрессии и роста объемных образований. То, что и было целью нашего лечения. Скажите, общая ли ваша задача работа над национальным проектом по борьбе с онкологическими заболеваниями? И как-то вписывается ли появление нового метода лечения в общую концепцию именно этого направления? Да, наша установка гамма-нож как раз и соответствует требованиям программы борьбы с онкологическими заболеваниями национальным проектом. Инна Анатольевна, вас тоже попросила бы на этот вопрос ответить, потому что очень важно. Наверное, да, появление нового оборудования высокотехнологичного, это и есть борьба с онкологическими заболеваниями. Она более доступна всем жителям Самарской области, не только Самарской области, но и регионов. Вообще здорово, конечно, что самые высокие технологии приходят к нам в регионы, это нигде, это не нужно ехать в Петербург, в Москву. И еще, может быть, уже в завершении разговора стоило поговорить о том, каковы все-таки причины того, что люди не всегда вовремя замечают у себя вот такое заболевание. Это от того, что мозг не болит и никак себя не проявляет? Ну, скорее всего, на первых, на ранних этапах не всегда проявляется любое онкологическое заболевание. То есть нет такого сразу, вот у тебя появился, сразу появилась боль, какие-то выраженные симптомы. Да, заболел, и ты пошел к врачу. Здесь большое значение иметь диспенсеризация, осмотры ежегодные. Но не все их проходят. Кто-то, какие-то симптомы у себя, если появляются симптомы, лечат самостоятельно, боятся идти, обращаться. Ну, наверное, вот это основная причина, а не своевременное обращение. Ну, мне кажется, возможно, сегодняшний разговор будет поводом, избавиться от этих как раз-таки страхов, потому что, когда возникает опухоль в голове, ну, это же ужас, паника. Представляем сразу трепанацию, вскрытие и так далее. Юлия Сергеевна, ну, может быть, просто последние какие-то два слова, ваши пожелания вообще тем, кто нас сейчас смотрит в свете того, что мы проговорили. Быть внимательнее к себе, наверное, в первую очередь. Быть внимательнее к себе и помнить о том, что действительно здравоохранение Самарской области обладает всеми возможными методами, чтобы помочь нашему пациенту. Именно на ранних стадиях. На ранних стадиях. На ранних стадиях заболевания. Что самое важное, и это залог как раз-таки эффективности лечения. И в прогнозе, и в лечении, и в состоянии пациента, и его трудоспособности. Я благодарю вас за этот очень важный разговор. Мы с нашими зрителями прощаемся. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok